Привет, друзья! Обычно, чтобы получать электричество, требуется сжигать сухое горючее или бензин, сжечь спички, свечки, дрова или еще что-нибудь. И просто так получить энергию, не затрачивая тепла, кажется невозможным. Конечно, можно использовать солнечные лучи, но а как вы смотрите на то, что мы будем получать электричество не с помощью подогрева, а с помощью обыкновенного снега или льда? Как думаете, такое возможно? Я набрал специально баночку льда, хотя этот эксперимент желательно было проводить где-нибудь на природе, так было бы красивее. И сегодня в комфортных условиях на кухне я не буду сжигать сухое горючее, не буду пользоваться батареями парового отопления, не буду выходить даже на солнышко использовать мощные солнечные концентраторы, да и паяльник использовать не буду. Мы получим достаточное количество электричества, скажем, для зарядки сотового телефона или для работы усилителя или маленького магнитофона, с помощью моего, скоро уже будут знаменитого, генератора, сделанного из обыкновенной консервной банки. Конечно, его действие основано на действиях элемента Зиебека, и этот элемент помогает мне получать электричество буквально из ничего. То есть воздух и тепло окружающей среды, которые подогревают банку с этой стороны, образуют нам градиент температур, такой, который позволяет элементу Зиебека, касаясь одной стороной льда, а другой стороной вот этой вот банки, вырабатывать достаточно большое количество энергии. О каком количестве энергии идет речь? Давайте посмотрим. Вот вся конструкция очень простая у меня на столе. Она рассчитана для следующих экспериментов. Она компактная, она очень элементарно собирается, как автомат Калашникова, и разбирается точно так же. На болтах закреплена банка жестяная, служит она печкой для того, чтобы кипятить чай, кофе и прочее. Но пока что она у меня вырабатывает электричество. Давайте посмотрим скопа. Находясь на льду, вот сейчас диапазон измерений мы поставим 60 мА. Прибор стоит стрелочный правильно, показывает ровно середину, это 30 мА. Это достаточно большая энергия. И к этому прибору, так как этот прибор является нагрузкой для нашего элемента, для нашей электростанции на льду, которая работает на льду, учтите, на снеге и льду. Вот параллельно этому прибору стоит вот этот прибор, который измеряет напряжение. Да, напряжение мало. Но дело все в том, что амперметр является очень мощной нагрузкой и коротит вот этот вот источник питания. Но сразу скажу, если внимательно почитать, ну может быть не таташиты, а учебники про элементы Зиебека, то можно понять, что они очень низколомные, то есть имеют низкое внутреннее сопротивление. И как источник тока они буквально идеальны. То есть даже амперметр не смог закоротить этот элемент настолько, чтобы напряжение упало до нуля. Это легко проверить. Вот сейчас я буду так вот, чтобы было видно. Перейду на более низкоомные шунты, то есть с меньшим сопротивлением, и напряжение упадет. Вот напряжение проседает. Проседает. Я использую шунт более чем на пол ампера. 0,6 ампера. Все равно показывает незначительный ток. Ну и напряжение, конечно, упало до тысячных. Но если я перейду на более высокоомные шунты, допустим, вот на 15 миллиампер, то напряжение, мы можем увидеть, уже выросло до 0,2 вольта. Вот. И это говорит нам о том, что воспользоваться такой энергией можно даже с помощью моего преобразователя, прототип которого я сейчас прямо подключу. И мы посмотрим, что вот от энергии льда мы можем получить напряжение достаточное, ну, конечно, не для уверенной зарядки смартфонов и телефонов, а для хотя бы пробной зарядки. То есть, как источник тока, элемент зейбека, лежащий на льду и подогреваемый, скажем, солнечными лучами, вполне годится. Давайте. Увидим все это своими глазами. Вот прототип моего преобразователя, как раз над которым я сейчас работаю. Вот. Все прекрасно. Хотя напряжение при этом у меня менее чем... Ну, сами видите. Это напряжение в долях вольта. Можно, конечно, в милливольты перевести. И параллельно этой нагрузке сидит у меня амперметр. То есть, он тоже мешает светиться этим светодиодом. Светятся они достаточно ярко, даже вот так вот на свету характерное яркое свечение. Мы не затрачиваем ни одного кулона. Мы всего лишь используем лед. Итак, я с помощью льда или снега, не разводя костров и не используя источников тепла, получил достаточное количество электроэнергии, чтобы питать три зеленых светодиода. Все это хорошо видно. Спичками не воняет, костром не воняет. Ну, а дальнейшие эксперименты вы еще увидите. А на этом все. Пока.